Друзья, всем привет! Нефть достигла цена нефти, достигла отрицательных значений и торгуется по невероятной стоимости минус 40 долларов, минус 20 долларов. Это событие экстра неординарное, такого никогда не было за всю историю торговли этой черной кровью земли. Решил записать реплику по этому поводу. Первое, почему это хорошо. Вся экономика мировая встала и она еще долгое время будет запускаться или перезапускаться. А процесс нефтедобычи имеет такую особенность, что если идет добыча нефти из скважин, прекращать эту добычу нельзя. В случае, если остановить процесс добычи, то запустить заново этот процесс стоит больших денег. Поэтому для нефтяных магнатов это очень серьезное испытание. Приходят данные о том, что все хранилища в Европе, в Америке заполнены под завязку. Вплоть до того, что мне сейчас буквально сообщили о том, что нефтяные компании пытаются зафрактовать цистерны у РЖД, чтобы в этих цистернах хранить нефть. Отрицательная цена нефти говорит о том, что для того, чтобы у тебя эту нефть забрали, которую ты добываешь и которую тебе негде хранить, ты еще должен доплатить. И если еще несколько месяцев назад до срыва сделки ОПЕК+, нефть стоила около 40 долларов, то теперь она стоит минус 40 долларов. Это вообще здравому смыслу не поддается. Если у тебя есть какой-то товар, и ты его продаешь, ты, естественно, что-то должен за это получить. А здесь ты этот товар отдаешь, и ты еще должен заплатить за то, что ты отдал. Вот хорошо было бы, если таким образом наше правительство по отношению к нам поступало, что ты приходишь в магазин, что-то покупаешь, и за это тебе еще стоимость этого товара дают в деньгах. Но, естественно, никто так делать не будет. И я надеюсь, что все эти нефтяные магнаты сейчас захлебнутся в этой нефти. Если мы посмотрим новости за последние лет 10, может быть, даже больше, то слово «нефть» присутствует в новостях каждый день. Обязательно про нефть где-то кто-то что-то говорит. О цене на нефть, о добыче нефти. Но, тем не менее, нефть – это неотъемлемая часть нашей жизни. И вот те, кто постоянно добывает эту нефть, разрабатывает, они добились того, что в определенный момент, которого они не ожидали, спрос на нефть исчез. И в итоге сейчас они реально захлебываются от этой нефти. Вот это, на мой взгляд, хорошо, что, может быть, все-таки в головах у них что-то поменяется. Но есть и плохой аспект такого развития событий. Плохой аспект заключается в том, что воротилы нефтяного бизнеса в любом случае будут искать возможность всю эту нефть освоить, чтобы она где-то пригодилась. Единственный вариант, при котором можно сохранить тот же уровень добычи либо нарастить эту добычу – это развязывание военных действий. Из обычных людей, естественно, никто этого не хочет. Но нефтяные воротилы ради своих сверхприбылей могут на это пойти. И это очень большая опасность. От обычного человека, конечно же, мало что зависит. И повлиять мы вряд ли сможем, если такое все же случится. И это чревато гибелью миллионов людей. Потому что сейчас армии большие, государства, которые могут вступить в конфронтацию, это даже не Сирия с Турцией или с Ираком, может начаться действительно полномасштабный какой-то военный конфликт. Я говорю об этом для того, чтобы все были готовы к этому. Хотя, конечно, как ты к этому подготовишься? Но именно такие мысли меня посещают. Все мы наблюдаем переход на электромобили, на солнечную энергию. Но те, кто добывает нефть, об этом не задумываются. Они не вкладывают деньги в развитие автомобилестроения, которые работают на электрической тяге, либо на водороде. Для них главное извлечение прибыли. И вот наступил очередной момент, когда капиталисты, нефтяные магнаты могут сыграть очень плохую службу всему человечеству. И это печально. Вот все, что хотел сказать. Просто знайте об этом. И понимайте, что может произойти непоправимое. Что в случае, если это все же случится, виноваты будем не мы с вами, а виноваты будут те, кому всегда мало денег. Желаю всем мира и добра.